Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как вы сюда заехали? Так, заехал как надо. Как надо. Ну вот с обоих сторон стоят кирпичи. В Екатеринбурге на новой сортировке чиновники, идя навстречу по желаниям трудящихся и местных негациантов, закрыли кирпичами сквозной проезд через автобусное кольцо на конечной остановке на улице Пехотинцев, а позже вообще ополовинили его, перегородив бетонными блоками. Последствия дорожных экзерсисов не заставили себя долго ждать. Частники взбунтовались и, несмотря на дорожные знаки «въезд запрещен», как со стороны улицы Пехотинцев, так и теплоходного проезда, автомобилисты по привычке паркуются под кирпичами. Кто-то знак не замечает, а кто-то намеренно игнорирует. Ну вот это что за знак стоит? В смысле, что снимаю? Ну, социальный опрос, как сюда люди заезжают, если тут запрещено заезжать. Я этого вообще не знаю. Во-первых, вон знак, там движение по направлению движения, стрелка. Во-вторых, вон знак направлению движения. С обеих сторон прямо, и здесь кирпич. Как бы сюда заехать? Очень не знаю. А когда вы знаете, что лишение прав сразу же? В мэрии порталу Е1 сообщили о том, что автобусники жаловались на легковушечников, создающих проблемы на этом самом кольце, и его закрыли кирпичами для всего транспорта, кроме муниципального. Но тут же возникла другая проблема. Под кирпичи не могли заехать и фургоны, доставлявшие товары в магазины и ларьки. Торговый люд возроптал, и чиновники на этот раз пошли на уступки бизнесу, перегородив бетонными блоками половину кольца, чтобы легковушки там не шныряли и не парковались. На время кирпич со стороны теплоходного проезда зачехлили. В итоге две проблемы решили, но появилась третья, похлеще двух прежних. В часы пик в теплоходном проезде автомобили намертво застревают в пробке. Поток тормозят те, кому нужно поворачивать налево на пехотинцев. Прежде они выезжали по светофору на перекрестке с дублером улицы Бебеля. Но после закрытия сквозного проезда через автобусное кольцо это стало невозможным. Торопыги, чтобы не киснуть в пробках, вообще выезжают навстречу, усиливая и без того сущий коллапс.